Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее близкая подруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, были рядом с Анастасией, когда беда настигла в самый неподходящий момент. Возможно, это покажется странным, но даже сама Настя долго не могла понять, что с ней происходит и почему у нее периодически возникало чувство недомогания. Еще не зная о болезни, она жаловалась на резкое ухудшение зрения и головные боли. Однако все это списывало на усталость и стресс на работе. От большого количества проектов и дел, ее измотанное состояние от нагрузки казалось вполне логичным. Татьяна Навка с горечью вспоминает момент, когда впервые заметила внешнее проявление неизлечимой болезни Анастасии Заворотнюк. Все произошло в день рождения актрисы. Приглашенные гости обратили внимание на ее мимику. Неизлечимая болезнь к тому времени уже стала вызывать и другие симптомы. Помимо головных болей она нарушала иннервацию мышц лица, его буквально перекосило. Безусловно, я узнала об этом, наверное, самое первое. Рассказали и как-то посоветовались. Сначала у нее был день рождения, 6-го, по-моему. 3-го апреля. 3-го апреля день рождения, и у нее уже на себе не очень чувствовала хорошо. Как-то вот лицо немножко, скажем так, перекосило, и все думали, что это просто нерв воспалился. Навка вспомнила, что ни у кого тогда не возникло даже мысли об онкологии. Все думали, воспалился нерв. Однако все было настолько плохо, что реакция гостей все же убедила Заворотнюк в том, что необходимо прекращать самолечение и обратиться за помощью к экспертам. И буквально на следующий день, наверное, вот они пошли проверяться и обнаружили всю вот эту историю. Да, и обнаружили опухоль мозга. То есть, можно сказать, практически да, в свой день рождения. По словам Навки, Анастасия Заворотнюк, которая незадолго до этого стала матерью, несмотря на диагноз, держалась мужественно и была настроена на борьбу с болезнью. Она старалась не показывать, насколько ей тяжело, и говорила, что прорвется, и все будет хорошо. Ну, Настя, все мы ее знаем, насколько она вообще боец, и как она даже в то время, она, в общем-то, все воспринимала с юмором, ничего, прорвемся. Ну, я, в общем-то, тоже такой человек, поэтому она мне близка именно духом. Она моя сестра по ощущению.